Здравствуйте, коллеги. Дмитрий Анатольевич сегодня готов будет ответить на ваши вопросы по сегодняшнему матчу. Единственная просьба представляться. Но вначале я хотел бы попросить Дмитрия Анатольевича дать комментарий о сегодняшней игре. Комментарий будет краткий. Жесткое для нас поражение. В срочном порядке будем делать выводы. Сейчас есть время тренировать то, что у нас не получается. И, естественно, мы не можем позволить себе так играть, когда столько болельщиков приезжают нас поддерживать. Мы разочарованы результатом. И в ближайшее время будем исправить ситуацию. Людям, которые нас поддерживают, им огромное спасибо. Коллеги, вопросы? Дмитрий Анатольевич, Артольд Сокольников, вы же знаете, комментарий по игре. Вопросы следующие. Сегодня впервые, может быть, за все время в УКЛ даже лоярные члены форт-клуба после матча очень жестко высказали игрокам. Ну, слова вы не слышали. Вот у вас, как у главного тренера, что именно обседает надежду в то, что через две недели у команды начнут появляться игра? И второй вопрос. Почему у него сейчас были скидки? Уверенность у меня есть, конечно, то, что мы изменим ситуацию, потому что мы знаем, что нам нужно исправлять. Вот. Кискири не вышел, потому что вышли другие игроки. Райан вынужден замену попросил. Мы немножко планируем по-другому распорядиться. Замена. Коллеги, есть еще вопросы? Да. Добрый вечер. Петр Анатольевич, здесь на футбольный курьер. Скажите, у вас не было сегодня искушения может быть, наступить на горло собственной песни, собственной игровой философии и сыграть, может быть, более акцентированно от обороны, учитывая, что Ростов очень тяжело играет позиционные атаки и скрывает насыщенные обороны. Может быть, стоило это попробовать? Да, я думаю, не в этом дело. Можно пробовать сколько угодно. Есть вещи простые, которые нужно делать, чтобы избежать такого результата. Коллеги, еще вопросы? Можно еще вопрос? Перерывы сделали тройную замену и все в средней линии. Что конкретно не устраивало вас? Не устраивал меня счет, во-первых. Во-вторых, как сама протекала игра в тот момент. Сегодня дебютировал Каштанов в чемпионате за Факел. В каком он оказался в вашем распоряжении состоянии после Урала? И, опять же, не было ли желания немножко удивить соперника и выпустить его в стартном составе? Навряд ли сейчас кого-то можно удивить. Его состояния было достаточно для того, чтобы он сыграл 30-40, что, в принципе, он сегодня и сделал. Кому-нибудь еще есть вопросы? Спасибо, коллеги. Можно еще один последний вопрос задам? Давайте решающий вопрос. Да. Не могу не спросить, продолжаете ли вы следить за выступлением Чайки? Удается ли вам смотреть матчи команды, если есть время? И насколько понимание вы встречали со стороны Владимира Соклова, когда решили уйти из команды? Знаете, я сейчас, честно говоря, не смотрел последние матчи Чайки. Да и не только Чайки. Сейчас нам бы со своими делами разобраться, потому что мы не так давно вернулись в Факел, сейминутринский штаб. У нас очень много работы. И сегодня вы сами видели, что очень много надо работать. И, наверное, еще больше нам всем надо работать, чтобы оставлять ситуацию. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.